Друзья мои, всем доброе утро! Несказанно рад вас приветствовать! Ну что, вот и подошел к концу наш отдых на берегу Черного моря в городе Геленджике. Ребятушки очень хорошо отдохнули, весело, уверенно, симпатично погуляли, походили, накупались, сил нет. Я уже говорил в видео, что даже за ушами выросли жабры и на коже образовалась чешуя. Сколько много проводили времени мы в воде, друзья мои. Ну и по финалу, по итогу, как всегда, заключительное видео, в котором мы с вами, или вы, вернее мы с вами, вы послушайте мои выводы об этом отдыхе. Кому-то может быть интересно, кому-то познавательно, кто-то что-то посмеется, кто-то улыбнется, кто-то подчеркнет полезную информацию. Так что, ребятушки, финальное видео, выводы и эмоции об отдыхе в Геленджике, санатории Красная Талка 2. Друзья мои, и перед тем, как мы с вами начнем наши занимательнейшие, интереснейшие выводы, давайте подпишемся на телеграм-канал мой. Ссылка на телеграм будет в первом прикрепленном коммерте. Мало ли что случится, но вы будете со мной всегда на связи. Так, друзья мои, ну что, приступаем. Так, у меня будет видео, здесь, к сожалению, никак нельзя загрузить, очень плохой интернет, но об этом я скажу, в котором я обозревал отель Красная Талка 2, который состоит, опять же, не говорят автологии, из нескольких номеров. Давайте покажу я вам свой номер, в котором мы сейчас находимся. Прямо мы начнем с балкона, у нас первый этаж, я просил первый этаж, чтобы не ходить, не лазить. Вот такой здесь здоровенный балкон. Ребяточки, к сожалению, мы на нем не провели ни одной минуты отдыха, потому что была жара 40 градусов. Ну и, соответственно, здесь на балконе было не теплее на многих, не прохладнее, вернее. Вот такой здоровенный балкон, так же, как и везде, вот эти сушилки, два стульчика, вот такой беспонтовенький столик. Зато, смотрите, какие здоровые панорамные французские окна здесь. Здесь просто классический вариант, здоровая дверь, уже говорил, шторы тут, вот эти вот, блокаут, очень, кстати, полезная штука. Закрываешь и как ночь. Смотрите, ну, столик такой дамский или не дамский, я не знаю, чтобы девушки привели себя в порядок, мужчины накрасились. Ребята, вот смотрите, это холодильничек, в комплектации здесь стандартно, стул, диван. Для того, чтобы его разложить, нужно брать специальный такой механизм, просто так вы его на халяву не разложите. Кровать большая, двухспальная, на даль сану. Вот мы уже собрали все вещи, чемодан, тут такой трюму, скажем так, одеться. Тапочки, шкаф, вешалки, платья там тоже, одеял запасный, но мы вставляли одеяло, потому что кондиционер постоянно включен. Ну и здесь ванная комната, ребяточки, ванна, вообще тут обалденно, не ванная, как это называется, туалетная, душевая, не знаю, комната. Всем привет, очень офигенно, все продумано, грамотно. Здесь большая, большая душевая кабина, гуляй, ходи в ней, занимайся, отдыхай, что хочешь делай. Освежитель, фен для девушек, все есть. Здесь выход, отличный номер, большой, размера где-то квадратов 20, не меньше, судя по всему. Ну, кондиционер. Все, друзья мои, номер я вам немного показал, теперь давайте продолжать с вами. Начнем прям с самого начала, с дороги. Ну, дорога как дорога, поезд, вагон убитый, вы, наверное, видели уже его в моем предыдущем видео. Вот, ну, самое главное, что работал кондиционер, хотя не всегда. Вот с кондиционером у нас в этой дороге были проблемы некоторые. Сделали его только в Воронеже, до Воронежа мы задыхались, а после Воронежа, как вы думаете, что мы делали? Фиг, угадали, мы не отдыхали, мы мерзли. Короче, всю ночь мы замерзали, заткнули все дырки, но лучше мерзнуть, чем, кстати, запариться и помереть от жары. Все, до Новоросса доехали, без приключений, без проблем, все хорошо было. Вот, потом, значит, трансфер сюда до санатория, ну, вы, наверное, тоже видели уже, тоже без проблем. Давайте немного о санаторий Красный Толк 2. Санаторий Красный Толк 2, он имеет такое вот отдельное расположение от санатория Красный Толк 1. И более компактное, более лучшее расположение. Здесь нет лечебного корпуса, который находится в Красной Толке 1, но это все вы увидите. Ладно, это выводы, давайте дальше про выводы. Что понравилось? Ну, отличная территория, сразу говорю, отличная территория. Еще раз говорю, все компактно, недалеко, ухоженно. Хорошие бассейны для тех, кто любит бассейны. Ну, там хорошая обстановка, ну, и все рядом, хорошо, спокойно. Все, что нужно, на территории санатория есть. Рядом, вы тоже видели уже магазины. Если что-то хочется дополнительного, кроме того, что дают в ресторане, пожалуйста, идите в магазин, покупайте, проблем в этом нет. Номера. Номер я вам показал, и будут еще показывать. Номера отличные, большие. Хоть и уже немного подуставлены, ну, как, подтрепанные. Ну, вы понимаете, все-таки подновлять надо, но мне сказали, что туда не будут делать все-таки косметические ремонты какие-то. На полах ковролин, в коридорах ковролин, тишина, покой, все спокойно, хорошо. Большие номера, обалденное белье, хорошие кровати. Смена раз в три дня тоже. Все это будет видно и показано в следующем видео. Дальше. Следующий вопрос. Еда. Разные мнения. У жены моей одно мнение, у меня другое. Еда, ребят, ну, как вам сказать, это не ресторан, по-любому. И не домашняя еда. Это все-таки, они тут называют ресторан, я называю столовая. Все-таки, хоть и кафе, скажем так, ладно. Хоть и трехразовое питание, плюс подники, пусть поздный ужин с кефирами. Все это есть, с голоду не умрете. Все зависит, во-первых, от повара и от тех продуктов, которые дают повару. Все, обзор он тоже уже есть на канале, посмотрите. Разные мнения. Выпить, скажу вам, тоже дают. Кстати, шампанское с утра не только вредно, ребяточки, но и полезно бывает. Вот я вам скажу честно. Дальше идем. Самая главная проблема всего Геленджика, как я понял, это даже не отсутствие света, который, кстати, у нас ни разу не отключали, а отсутствие интернета. Ребята, интернет здесь нет от слов совсем. Хоть у них есть внутренняя какая-то Wi-Fi-сеть, она нифига не работает. Так что, если вы хотите работать онлайн, не знаю, как вы это будете организовывать, это у вас не получится. Я после завтрака пришел, прошу меня извинить. Это у вас не получится, интернет тут нет ни на набережной, ни в номерах, ни на пляже, все это галяк. Подошли мы к пляжу. Пляж, ребятушки, здоровенный, большой, здоровенный пляж, с развитой инфраструктурой, с анимацией для жителей санатория Красная Талка. Это все бесплатно. Для тех, кто приходит, там все-таки свободный вход, пожалуйста. А если ты хочешь пользоваться инфраструктурой пляжа, инфраструктурой пляжа, за которую вы должны заплатить, это по сути дела лежаки, и все. Это там тысяча рублей со взрослого, и сколько-то 800 или 700 на весь день с ребенком. Ну пляж, обалденно, море на удивление офигенно. Вход в море хороший, душевые, раздевалки, проблем вообще нет никаких. Детские, там игровые, бары, все это офигенно, все это работает. Так, ребятушки, двигаемся с вами дальше. Дальше мы двигаемся к самому интересному моему обзору, это обзор цен. Вы тоже видели, уже мне было видео. Друзья мои, но цены, к сожалению, в Геленджике негуманные от слова совсем. Вчера я ел шашлык, вот за две порции шашлыка я отдал 2,5 тысячи рублей. Ну плюс пиво там было, да, 1-2 кружка, вот. Но все равно это очень и очень дорого. Во всех ресторанах, друзья мои, вы должны готовить, готовиться. Если вы едете не по системе, все включено, вы будете платить большие деньги. Большие деньги, это однозначно. То есть, минимальный завтрак на одного у вас будет выходить, ну, чтобы нормально пасть по тысяче, обед, я думаю, меньше полторы тысячи не будет по-любому. Ну, а ужин уж там сколько возьмете себе горячительного, может, вы и не будете есть. Поэтому все люди здесь затариваются. Или Перекресток, кто тут у нас, я был, или Табрис, магазин их фирменный, типа Вкусвилл. Там кулинария хорошая, и вот там постоянно очереди. Они там берут, там по сходной цене это все. То есть, затариваются, и, как я понимаю, дом едят. Вот, в магазинах, продуктах, всего навалом. То есть, это тоже вы уже видели в моем обзоре, я все это показывал. Так, следующее, что? Персонал. Друзья мои, ну, персонал нормальный. Вышкаленный. Ну, понятно, молодые люди здесь в основном, молодые сотрудники, которые на время каникул, суть по всему, здесь наняты. Ну, все равно, отношений, как в прошлом году, я не увидел. Но! И в эту бочку меда садану вам ложку дегтя. Есть такие люди, в основном, умудренные старостью. То ли им тяжело смотреть на то, как другие люди отдыхают, то ли они так сильно переживают и нервничают, что ходят по дорожкам, которые они заметают или убирают. Но тут есть некоторые люди, которые, к сожалению, своим неприглядным отношениям портят все впечатление от этого санатория. Я не буду называть. Я думаю, те, кто здесь работает, прекрасно этих людей знают. Они не молоды. И я так думаю, им уже пора, друзья мои, отдыхать. Нечего им тут делать. Нечего смотреть злыми глазами и строить рожи в ответ. И это не шутка, это так и есть. Это так и есть. Дальше, увеселительные моменты в санатории. Значит, анимация. То, что я критиковал в прошлый год в санатории Оркестра Горизонт. Друзья мои, она здесь есть. Я вам хочу сказать, плохо ли, худо ли, но она есть. Танцы, для детей детские комнаты. Дальше, спортивные площадки, не разбитые, как мы там видели в прошлом году, а вполне нормальные. Все это обзоры, все это будет. Все это есть. Фильмы показывают, мафии. Всякая эта тема. Очень и очень этой ситуации много. Следующее. Если вы активный человек, вам тут предложат, начиная от похода в горы, заканчивая погружением на дно морское. То есть, тоже это без проблем. На ресепшене, все это ситуация, она есть. И, пожалуйста, никуда, нигде, в левые места ходить, покупать, искать, ничего не нужно. Все это есть. Так, что еще-то? О чем я забыл еще-то сказать? Уборка. Ну, все, весь санаторий вылезан, конечно, ребят. Все тут убирается, все это чистится, моется. Каждый день номера достаточно чистые, достаточно убирабельные все. То есть, все это есть. Все хорошо, все отлично. Отдыхайте, кайфуйте. Да, теперь, еще про персонал хотел сказать. Как только я сюда приехал, понимать, было уже температура 35. И мы зашли в номер, и кондиционер, он хоть и пылил, но он не работал. Тут была жара. Мы прилегли отдохнуть, и не смогли в поте, встали и погнали. Я сделал замечание на вахте, и прямо к следующему приход к морю, все, конечно, починили. Это хорошо. Вот это говорит об отношении. Так, что же я еще? Так, ну давайте теперь зафиналимся, сделаем определенный вывод о этом удивительном санатории Красная Талка 2. Я не знаю, друзья мои, цена. Сам мы подходим к хорошей теме. Цена. 218 тысяч на две недели, на двух человек. Номер стандарт. Вот я его показал. На двоих больше ничего не надо. Здоровенный номер. Мы тут и плясали, и отдыхали, и закусывали, и что только не делали. Место завались. Не трешься, ничего. Шторка к попе в душе не прилипает, это самое главное. Туалет хороший. Все. И все качества там, фены, все это для женщин есть. Дальше. Я не знаю, как в Турции, за такие деньги. Мне говорят, что за 90 тысяч неделя. Неделя там, да? Или сколько? Ну, сколько-то тысяч с перелетами. Не знаю, там сколько звезд, там 4, 3, 5, может быть, звезд. Не знаю, какая ситуация в Турции, там может море хуже, лучше, как конок, не могу сказать. Но вот я объективно, и все это вы видите, показываю, как есть здесь. 218 тысяч две недели, два человека. Дорого ли? Без дороги. Дорого ли? Дешево? Это чисто путевка. Путевка я заказывал аж в ноябре месяце, ребят, в ноябре месяце. Сейчас вот, если вы посмотрите, их нет до ноября этого года, бесполезно. Вы сюда не заедете. Кстати, санаторий работает круглосуточно. Круглосуточно, круглогодично, да, ребят, теперь, я забыл еще сказать про лечебную базу. Мы покупали путевку без лечения. С лечением она где-то тысяч на 25-30 дороже. Точно не могу сказать. Но в пределах этого расклада, ну, стандартные, там, ингаляции, какие-то магниты, ванны, все это стандартно, так же, как и во всех простых, любых санаториях Советского Союза, России. Одна проблема, в Красной Талке два лечебного корпуса нет, это вам приходится, придется ходить в Красную Талк-1. Но, это где-то минут 5-7, была страшная жара. Я не знаю, если вы уж такой фанат лечения, там и бассейн крытое есть, все это, пожалуйста, купай, ныряй, заходи. Мы в этой ситуации не ходили. Некоторые вопросы, могу сказать, выводы про Красную Талку-1. Ребятушки, ну, мне там не понравилось. Конечно, понтовый, здоровый корпус, там всякие другие чуть-чуть корпуса, но, все это в одном месте, очень плотно, сгруппировано, натыкано, короче, похож на, извиняюсь, цыганский дилижанс какой-то, как, вроде, губы накрашены, а подмышками пахнет, вот так вот, ну, фиг знает, как еще объяснить. Не понравился мне там, если вы хотите спокойности, если вы хотите какой-то определенной тишины, лучше Красная Талка-2. И номера там, корпус еще советский, номера там меньше. Ну, наполнение, я так думаю, такое же точно, но сами номера по площади меньше, и нет таких хороших балконов, лоджии, хотя бы на него ни разу не уходили, но это меньше. Так вот, ребятачки, вот мои выводы. Смысл, если ехать за такие деньги, нет ли пожелания ехать за такие деньги, я не знаю. Это все решайте индивидуально каждому, друзья мои, но поеду на следующий год, будут деньги, может поеду, не будут деньги, не поеду, есть другие задачи на следующий год, важные, которые нужно решать будет, посмотрим, все это будет в процессе, будем смотреть. Но, еще раз говорю, если заказывать путевку, то уже в ноябре ее надо будет делать. Друзья мои, ну, на этом мой небольшой, интереснейший, красивейший, великолепнейший рассказ о санатории Красная Талка 2 с выводами о том, стоит ли ехать сюда, заканчивается. Друзья мои, еще раз напоминаю, не забывайте подписываться на телеграм-канал, ссылка будет в первом закрепленном комменте, чтобы мы всегда были вместе, чтобы мы всегда радовали друг друга, чтобы общались, дружили, и поэтому, ребятушки, подписывайтесь, а мы уже собираемся на выход и едем назад в город Тамбов, потом в Уварово, и это будет другое видео уже, друзья мои, не менее интересное, не менее великолепнейшее, не менее веселое. А пока я с вами прощаюсь, до новых встреч!